Привлечь иностранных гостей, туристов и инвесторов в Ирбит. Это одна из задач, которую поставили перед собой специалисты Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в рамках рабочего визита в наш город. Представители Министерства международных и внешнеэкономических связей в ходе рабочего визита посетили производственные предприятия города. В общении с руководителями акцент был направлен на выявление проблем и препятствий для экспорта продукции за рубеж. У ряда предприятий, таких как химико-фармацевтический завод, мотоциклетный завод, завод спецтехники, реализация продукции за рубеж давно налажена. Но проблемы все-таки есть. Я первый раз увидела приказ правительства Украины, государства Украины, где наш химфармзавод, а там их, наверное, перечень штук 50, и наш химфармзавод попал в этот санкционный список. И в 2018 году существенно снизились поставки лекарственных препаратов. Они вообще прекратились в Украину, но это существенно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность нашего завода. В свою очередь, генеральный директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин в ходе встречи с представителями Министерства международных и внешнеэкономических связей области заверил, что его предприятие располагает запасом продукции, которая может пойти на экспорт при наличии покупателя и цены. Экспорт – это один из национальных проектов. Губернатор поставил четкую задачу, что показатели указа в области должны быть достигнуты. По экспорту пищевого сельскохозяйственного направления они кратные, эти показатели, то есть вам надо наращивать. В ходе общения специалистов Министерства с руководителями предприятий были определены основные номенклатурные позиции, которые возможно выводить на экспорт. Кроме того, в области существуют меры поддержки экспортеров, и правительство готово оказывать поддержку по продвижению ирбитской продукции за рубеж. Это такая, знаете, рука помощи, которая дает основания говорить о том, что правительство заботится о том, чтобы наши территории развивались, в том числе город Ирбит. Одной из форм поддержки для предприятий является портал madeinural.ru, который представляет собой современную цифровую площадку для экспортно-ориентированных организаций, действующую по принципу одного окна, а также витрину продукции и услуг региона для иностранных партнёров. Портал уже доказал свою эффективность.